Привет, GoodGame.ru! И сейчас у нас интервью с представителем команды Moscow Five по League of Legends с Алексеем, который выступает под ником Ash. Привет, Леш! Только не Ash, а Алекс Ич. У нас там небольшая заминочка с футболками вышла. Ну, привет! Первый мой вопрос, естественно, по сегодняшним играм. Вы в группе выступили очень здорово. Всему СНГ комьюнити сделали большой приятный сюрприз. Расскажи, пожалуйста, про каждую игру вот так вкратце, ёмко. Ну, первая игра была такая самая сложная в плане настроя, потому что первая игра на лане, ничего не понятно, американцы непонятны. Но мы их выиграли без особых проблем. Ну и дальше уже пошло там. Во второй игре мы, в принципе, уже уверены в себе были. Ну и там уже знали противников, это были ребята с Европы. Ну и Дарьян такой, прям перед игрой давал интервью, сказал, мы их в салат. Ну, как бы, он сказал, пришлось сделать. Ну и третья игра, это как бы наши основные соперники были. И, в принципе, ну она довольно-таки ровненько шла. Первые минут 15, по-моему, 10. Ну а дальше там, по-моему, они ни одного фрага не сделали. И мы там фрагов 12 подряд и укатали их. Ну, то есть особо проблем никаких не составило у нас. Как бы мы вот уже ждем завтрашних игр. Думаем, завтра будет поинтересней. Ну и так, позрелищней для народа. Завтра вам, очевидно, придется столкнуться уже с самыми топовыми коллективами. Как ты вообще оцениваешь шансы своей команды? И насколько уверенно вы подходите к таким, к топовым ребятам? Ну, вообще вот ААА. Они были, в принципе, тоже фаворитами. Ну, я думаю, как и Дигнитос. Ну и поэтому, в принципе, мы приехали за первым местом сюда. Про вашу команду немногие знают так подробно. Расскажи, пожалуйста, когда вы собрались и как, на чем строилась команда? Как подбирались игроки? Ну, с Генжи и Дарьиным мы играем уже года два. Diamond Prox и Ghost of Pepper. Ну, где-то за неделю до квалифайера я там развалил очередную команду. И я такой с Пеппером что-то играл дуо. И предлагаю, спрашиваю у него, есть ли у него лесник. Он такой говорит, ну вот есть там такой паренек неприметный. Ну, в итоге, как бы мы пробуем, в Пятером играем. Ну и так вот в Пятером мы собрались. Через неделю сыграли квалифайер, выиграли. Ну, в принципе, теперь мы здесь, мы Moscow Five. У нас все хорошо. Расскажи, как организация Moscow Five на вас вышла? И чем она вас привлекла? Ну, я честно не знаю, там, как, кто на кого вышел. Ну, скажем, там есть Дарьян, который очень хотел Moscow Five. У Дарьяна там есть связи там еще с одним человеком. Ну, и как-то там через третьих лиц мы на них вышли. Ну, и организация, ну, как бы, об этой организации слышат все, знают все. И это, как бы, считается одна из лучших организаций в России. Ну, и, как бы, когда мы в нее попали, мы поняли, что она не зря одна из лучших считается. Потому что, как бы, нам организовали и буткэмп, и помогли с переездом, и помогают с документами. Ну, совсем, ну, как бы, ну, и просто подбадривают, как бы, очень, ну, нас все устраивает, нам все очень нравится. Как раз, вот, про буткэмп расскажи, как вы тренировались, где вы тренируетесь, и какой вообще принцип в ваших тренировках преобладает? Вы просто там шпилите со всеми подряд, или там с конкретными командами под кого-то готовитесь? Ну, вот, на буткэмпе там, конечно, были небольшие проблемы. Ну, в принципе, это мы встретились, как бы, между собой первые наши игры на лане. И, ну, в основном мы, получается, ну, играли, как бы, против топовых европейских команд. Вот, то есть, против Америки мы не играли вообще. Ну, и, как бы, у нас есть там несколько команд, с которыми, ну, мы любим играть и предпочитаем. Ну, и плюс, как бы, уже в Европе, в принципе, в последнее время принято, ну, набиваться на вечера, там, на всякие скримы. То есть, мы играли там против CLG, EU, против MTLTT, тоже топовой команды, там. Ну, как бы, так, просто набиваемся, играем, в принципе, поподнимаем свой уровень. Ну, и так, в принципе, придумали там некоторые заготовочки на буткэмпе. Ну, и как бы, просто сплотились как команда, что очень, ну, немаловажный фактор. А, расскажи, как ваш буткэмп выглядит, где вы тренируетесь? Ну, буткэмп, это, я так понимаю, коттедж Димы Смелого, то есть, был буткэм Moscow 5, в котором тренировались кейсеры, тренировались мы, тренировались дотеры. Ну, и, то есть, ну, можно найти, как бы, воды, ролики с этого буткэмпа. Ну, то есть, это такое трехэтажное здание, в котором, как бы, все обустроено for gamers, by gamers. Понятно. League of Legends, это игра на киберспортивном пространстве довольно уже, ну, уже ей, как бы, исполнился как минимум год такого большого существования. Ну, в СНГ, в странах, не было таких топовых команд. Как ты думаешь, чем связано то, что вот только сейчас вы вот появились, а до этого не было таких хороших коллективов? Ну, в СНГ есть большая проблема, как бы, с людьми. Большая проблема с тем, что, ну, как бы, в СНГ не очень любят League of Legends. И, в принципе, там от силы можно найти 20-25 топовых человек. И, как бы, очень трудно собрать команду. Плюс очень много, как бы, ну, довольно-таки нервных людей часто собираются, распадаются коллективы. И, то есть, вот, ну, и, как бы, нам так вот, ну, не знаю, повезло, получилось вот собрать коллектив, который сейчас вот у нас полностью устраивает. И благодаря этому мы, как бы, все больше и больше поднимаем свой уровень. Расскажи, в какие игры до этого играли твои тиммейты? Может быть, там Дота, Хон? Игры? Ну, насколько я знаю, Генжи и Даймонд играли в Доту на непрофессиональном уровне. Ну, так пабы гоняли. Дариант вроде ни во что не играл. Потом, ну, Пеппер тоже, наверное, так чисто поигрывал. Ну, а я, в принципе, играл в Доту более-менее профессионально. Но я играл со своей местной командой из Пензы. Поэтому мы особо ничего не занимали. Ну, и поэтому потом я, как бы, все больше и больше, ну, сколько я там, два года играю в Лол. И, в принципе, вот, получилось, наконец, собрать коллектив, который просто может... Ну, короче, шел я к этому долго. Сейчас вот помимо Лола есть, опять же, там, вторая Дота, есть Хон. Скажи, чем лично тебя привлек Лол? Ну, когда я начал играть в Лол, Доты 2 еще не было. Хон это была та же Дота. Он слишком мрачный. Ну, у меня, короче, интерфейс не очень понравился в Хоне. То есть я в него погамал. Ну, а Дота сама по себе тупо надоела. То есть я в нее возвращался пару раз, посмотрел, но... Не знаю, у меня очень в Доте в последнее время напрягает худ. Он слишком большой. То есть в Лиге Легенд его можно уменьшить. Вот, а в Доте 2... Ну, в Доту 2 я поиграл. Прикольная игра. Мне понравилась, как бы. И, ну, все равно, вот у меня лично, как бы, не хватает времени играть и в Лигу Легенд, и в Доту. Ну, и все-таки там, это, ну, слишком разные игры. То есть, ну, нельзя их, как бы, сравнивать. И, играя в одну игру, ты теряешь в другой, потому что, ну, все равно приходится перестраиваться. Поэтому, как бы, приходится все-таки концентрироваться на том, во что уже играешь профессионально. И, ну, все-таки нравится. Лига оф Леджендс на СНГ просторе, очевидно, становится все более и более заметное. Плюс проводятся такие турниры уже на СНГ пространстве. Какие перспективы ты можешь выделить для игроков в этой дисциплине? Ну, очень, как бы, важно то, что появляется русскоязычный клиент в Лиге Легенд, который привлечет, я думаю, колоссальное количество народа. Появляется русская поддержка. Потому что, ну, все-таки, как бы, известно, что не все русские говорят по-английски. И есть очень много проблем именно с саппортом, с пониманием. Ну, и просто, как бы, будет реклама лишняя. То есть, сейчас особо же не рекламируют Лигу Легенд на русском пространстве. Поэтому некоторые люди про нее даже не знают. Ну, и, как бы, очень важно то, что Риоты сами... Ну, то есть, как бы, очень много сами разработчики вкладывают в свою игру. То есть, выходят патчи каждые две недели, каждые две недели что-то меняется. Они общаются с аудиторией, узнают, что им интересно. Очень много работают над своим артом. То есть, как бы, ну, все делают красиво. Ну, и, ну, и немаловажный фактор, что именно, вот, если брать киберспортивную, то Riot Games вкладывают, как они обещают в этот сезон, 5 миллионов долларов. Что определенно привлечет много киберспортивных организаций к этому. Ну, и, как бы, это, опять же, лишняя реклама. Ну, и, ну, развивается все. Весь киберспорт развивается, что очень радует. Спасибо большое тебе за это интервью. От лица Good Game желаю тебе и твоей команде завтра выступить достойно, победить там всех своих соперников и занять топ-1 на этом турнире. Ну, да, спасибо. Приветы, ну, я просто сегодня уже всем постоянно передаю приветы. Уже всем передал по 4 раза. Ну, и в пятый раз, ладно, передаю привет ProDoti. Хочется сказать спасибо организации Moscow Five за то, что они нам помогают и поддерживают. Передаю привет своей девушке Юле. Передаю привет чатику, в котором мы сидим, который меня поддерживает. Ну, и передаю привет всем фанатам. Всем спасибо, всех люблю.